Пандемия коронавируса нанесла удар по концепции европейского проекта. Чтобы остановить распространение инфекции, страны шенгенской зоны временно закрыли внешние и внутренние границы и ввели пограничный контроль. Ограничения коснулись сухопутных морских границ и воздушного пространства. Эта крайняя, но необходимая мера предусматривается правилами, прописанными в договоре. Власти государств-сообщества должны информировать Европейскую комиссию о своих действиях. Однако, по данным аналитической службы Европарламента, к концу апреля лишь 16 стран из 26, входящих в шенген, уведомили Брюссель о введении частичного или полного контроля на своих рубежах. Среди них Франция, Португалия, Испания и Германия. Италия и Словения пока не заявили о намерениях. Восемь стран шенгена, в их числе Швеция и Исландия, оставили границы открытыми. Внезапное прекращение передвижения людей и товаров в европейском пространстве привело к тяжелейшим экономическим последствиям. Министр финансов Кипра Константин Наспетридис сказал Евроньюз, что для восстановления европейской экономики страны-сообщества должны предпринимать совместные действия. Европейская экономика основана на едином рынке и свободном передвижении. Еврокомиссия выдвинула инициативу для скоординированного снятия ограничений. Конечно, это легче сказать, чем сделать. В каждой европейской стране сложилась своя ситуация. Определенно важно, что карантинные меры будут сниматься согласованным образом. Это позволит нам вернуться к нормальной жизни как можно скорее. Я думаю, что большинство государств уже прошли пик эпидемии. Так что это то, что в краткосрочной перспективе скоординировано. Согласно рекомендациям европейской комиссии, процесс выхода из карантина должен быть очень медленным и постепенным. Причем открытие границ и разрешение туристических поездок вероятнее всего произойдут на поздних этапах снятия ограничений.